Друзья, всем огромный привет! С вами Юлия Клочкова и я, как всегда, рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео я готовлю очень вкусную булочку-ромашку. Приготовить ее совершенно не сложно, посмотрите, какой красивый получается, а результат просто потрясающий! Тесто нежнее, чем пух! За последнюю неделю готовила второй раз, вот и решила поделиться рецептом. Возможно, он поможет разнообразить ваше меню. Ну, а я, как всегда, желаю приятного просмотра и приступаю к работе! Ну, что ж, начинаю готовить тесто, и для этого мне понадобится 250 мл теплой воды. Температура приблизительно 37-39-40 градусов, чтобы тепленько, чтобы хорошо расходились дрожжи. Сюда добавляю 50 г сахара, 1 столовую ложку сухих дрожжей, ванилин по вкусу, и 4-5 столовых ложек муки, замешивая опару. Тесто должно получиться чуть реже, нежели на оладьи. И сюда добавлю щепотку соли. Кто-то говорит, что в опару соль не добавляется, но, хочу сказать, из личной практики, получается все идеально. Так что я сразу добавляю соль в опару. Хорошо перемешиваю, накрываю полотенчиком и оставляю при комнатной температуре приблизительно на 10-15 минут. Пускай она постоит, дрожжи разойдутся немного и потом продолжу работать. Опара полностью подошла, посмотрите, какой пышной стала, она простояла приблизительно 15 минут, чуть-чуть дольше, чем я говорила ранее. Сейчас оставляю в сторону, теперь мне понадобится 2 куриных яйца, сюда добавляю 150 г сахара. Все хорошо перемешиваю и добавляю сливочное масло. Все готово, теперь соединяю ингредиенты вместе, перемешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто. Вот таким получилось в результате тесто, сейчас оно довольно-таки плотненькое, затягиваю пищевой пленкой в контакт и отправляю в холодильник на целый час. И вот уже прошел час, тесто полностью поднялось, хорошо держит форму, но на самом деле оно не такое нежное, как бы хотелось, поэтому сейчас начинаем превращать его в пух. Переношу на поверхность стола, припыляю стол мукой и немного подминаю, таким образом, чтобы оно снова стало одним единым комочком теста. Сейчас вы видите все в реальном режиме, видео не ускоряю, чтобы было понятно, насколько проходит весь этот процесс. Как видите, подмяло и видно, что тесто, оно не такое уж и пушистое, воздушное, поэтому разделила на две части и сейчас каждую часть подминаю в один единый комочек. Ну вот, один комочек готов, точно так поступаю с другим. Под воздействием теплой руки и постоянного движения вымешивания тесто становится более мягким. И вот они, два комочка теста. Сейчас я беру 50 мл растительного масла без запаха, поливаю сверху тесто и каждый кусочек хорошо обмакиваю. Оставляю при этом их на полчаса при комнатной температуре. Ну что же, тесто разошлось и теперь приступаю к дальнейшей работе. Сейчас каждый кусочек мне надо вымешать в растительном масле. Можно их, конечно, соединить и вымешивать все вместе, но, как по мне, вот под воздействием теплой руки и маленького кусочка теста, дрожжи начинают работать более быстрее. От этого выпечка будет более пышнее, поэтому я делаю так. Ну, если вам лень, то можете соединить два кусочка и вымешивать как единый комок теста. Вот когда в каждый кусочек теста я вмешала растительное масло, тогда я их вместе соединяю и уже снова вымешиваю в один единый комок. Ну что же, тесто подмяло и теперь разделяю на порционные кусочки. Разделила на порционные кусочки теста и теперь буду выпекать в стеклянной огнеупорной форме, смазывая растительным маслом без запаха со всех сторон, чтобы нигде не прилипло. И начинаю усаживать булочки. Кусочки теста уже постояли немножко, поэтому я сейчас их еще раз так помну. В общем, чем дольше мнешь такое тесто, тем пушистей в дальнейшем будет выпечка. И начинаю усаживать по кругу такие вот колобочки из теста. Вот пока я последние докручивала, первые уже подходили хорошо, поэтому надо бы их еще раз перемять и всадить на место. Тесто получается очень воздушное, нежное, поэтому работать с ним одно удовольствие. Ну и выпечка, соответственно, тоже получается очень нежной и пушистой. Вот такой в результате получилась ромашка, я ее усаживала поплотнее, чтобы она росла вверх, поэтому сейчас отставляю в сторону и займусь строительной крошкой. Для этого мне необходимо сливочное масло, я в данном случае беру растопленное, но в идеале надо делать на замерзшем. Ну, в таком варианте, как у меня, просто быстрее. Сюда добавляю, значит, 30 грамм сливочного масла растопленного, 30 грамм сахара и 70 грамм муки. Также добавлю немного ванилина по вкусу и все хорошо перетираю в крошку. Вот все получилось идеально, теперь засыпаю верхушечку булочек. Значит, в данном случае у меня многовато получилось этой строительной крошки, но я ее отправлю в холодильник, она пригодится мне для другой выпечки. А сейчас вот так обильненько, щедренько засыпаю ромашку. Тесто готово и теперь оставляю его на расстойку. Значит, можно оставить при комнатной температуре, но я всегда отправляю в разогретую духовку до 70-80 градусов. Постоит оно там приблизительно минут 7-10, немножечко подойдет. Закрываю духовку, включаю чуть больше огня и уже выпекаю при температуре 170-180 градусов приблизительно 30-35 минут. Смотрю по готовности, но вы смотрите индивидуально, потому что у каждого из нас разная духовка. Прошло 35 минут и воздушные нежные булочки как пух уже готовы. Кстати, сегодня я использовала стеклянную огнеупорную форму, поэтому еще дополнительно ставила толстостенную сковороду. Но это на всякий случай, чтобы уж наверняка снизу не подгорело и получилось все идеально. Ну и вот он результат. Они действительно очень-очень вкусные, нежные, воздушные. Попробуйте приготовить. Конечно, я не скажу, что они готовятся очень быстро, потому что надо выделить время для того, чтобы вымешивать тесто, но результат того стоит. И еще раз повторюсь, в своей семье за неделю я готовила второй раз, поэтому очень понравилось и решила поделиться с вами рецептом. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, возможно этот рецепт поможет разнообразить ваше меню. Ну и как всегда, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok